Добрый вечер. Очень тяжело делать рекламу. Нужно ведь достучаться до целевой аудитории, при том, что целевая аудитория большинства товаров в нашей стране абсолютно под копирку списанная. Если посмотреть какие-нибудь такие специальные выкладки, социологические исследования, маркетинговые исследования, то выясняется, что большинство клиентов любой категории товаров, большинство покупателей, это люди 28-45 с высшим образованием, с достатком выше среднего, имеющие право первой либо второй подписи. То есть такие андатристые, розовощекие потребители чего ни попадя в диапазоне от носков, кондиционеров, автомобилей, заканчивая элитной недвижимостью. И вот на все это невероятное разнообразие клиентуры нужно набрать какое-то количество талантливых людей, которые возьмутся, создадут рекламу и таким одним вдохом добьются понимания не столько в кошельке, сколько в сердце, а может быть даже в разуме потенциального клиента. Очень сложная задача, многие с ней успешно справляются, при том, что есть определенные уже постулаты, есть определенные каноны, как нужно делать рекламу. Возможно, я подозреваю, что даже уже потихонечку где-то учат. Конечно, есть отделение рекламы практически в каждом институте, а каждый второй институт в нашей стране это результат мучительной эволюции ПТУ. И на базе всяких заборостроительных ПТУ и техникумов у нас, получается, межгалактические, всепланетные университеты, что угодно там делают, юристов, экономистов и даже рекламщиков. Пару живых выпускников оттуда я видел. Степень их выменяемости не сильно превосходит вменяемость обычной стандартной дешевой клавиатуры за 3,65. То есть какой-то набор функций они выполняют, но в целом, конечно, не талантливые люди. И вот этот набор, такой классический, который сформулирован был много лет тому назад, много веков тому назад. Вы, возможно, помните, где-то в Помпее нашли первую рекламу человечества. Там продвигались какие-то услуги бани. Коротко, не очень остроумно, но вполне позитивно. И, тем не менее, три постулата. Реклама должна быть короткой, остроумной и позитивной. Если посмотреть «Каннские львы», лауреатов этого конкурса, какую-нибудь там прозекторскую рекламу Nike, где совершенно не позитивно бензопилой отрубает руки бегунам в кроссовках, заливая кровищи и кран, или послушать рекламные ролики, где 5 минут идет какой-то нескончаемый треп, возможно, что даже остроумный, хотя перевод этого представления не позволяет получить, или жуткая кровавая реклама кетчупа, заливающего планету войной и конфликтами, то, конечно, некоторые постулаты-то понимают, что со временем они были пересмотрены. Очень легко делать рекламу для жевательной резинки. Достаточно просто создать иллюзию, что это самый мощный наркотик, когда у нас ролики выстраиваются в затылок друг к другу в прокате в телевизоре. Одна жвачка, другая жвачка, третья жвачка. Что хорошо, во-первых, уже их не отличишь, совершенно непонятно, где тут какая-то разница. Но зато ты четко понимаешь, что нет смысла тратиться на какие-то там спайсы, на какие-то смеси, на тяжелые наркотики. Достаточно под язык сунуть вот эту штуку, и тебе сносит чердак, потому что начинаются какие-то там розовые слоны или замерзание всего вокруг. Ты видишь цунами, вызванные у тебя консервной банкой, или у тебя почему-то вдруг по пальме побежали странные животные, при том, что ты стоишь в центре города. Вот это реклама. И, конечно, это очень легкий и необременительный способ, креатива. Нормальный клиент доволен, тем более, что, видимо, сам потихонечку наркоман. И заказчик, естественно, счастлив, благо недалеко ушел, сидит на соседней пальме. А вот автомобильная реклама – это сложно. Потому что, ну как это ни печально, большинство автомобилей на одно лицо. Если уходить в полиграфию, то самый выгодный ракурс – это в три четверти, и машина должна быть серебристой металликом. Листаешь страницу за страницей, одна машина, вторая, третья, четвертая. Попробуй найти несколько отличий. Очень тяжело, потому что, ну, современные формы, аэродинамика, дизайн, переход главных дизайнеров из одной конторы в другой дают некую такую, мягко говоря, преемственность стилей. И, конечно, телевизионная реклама в этой связи, она должна блеснуть каким-то креативом. Она должна поразить, она должна зацепить. И самое главное, она должна позиционировать товар, чтобы клиент сразу понял сферу применения. Куда на этом можно будет ехать? Что с этим нужно будет делать? Ну, в 30 секунд это впихнуть довольно сложно. У «Вольво» была замечательная реклама, когда они на наш рынок выводили «С-80». Они презентовали глобальный ролик и объясняли, что по всему миру пойдет вот именно этот ролик. Он непреложный, талантливый, великолепный. Снят 30 секунд по всем телеканалам «Планета Земля», где хотят покупать «Вольво». Будет это. И там особенно выделялся лыжник. И вопрос из зала. А как вы людям в жарком климате, не видящем снега, объясните, что делает этот мужик, машущий руками с палками, привязанным к ногами? Ну, там что-то было про машину, которая не всегда выполняет то, что от нее требуется. У меня дома, кстати, лежит этот рекламный буклет. Там приблизительно так и написано, что «Вольво» — это машина, которая не всегда выполняет то, что вы от нее хотите. Я бы не стал покупать такой автомобиль. Мне желательно однозначности во взаимоотношениях с машиной, чтобы все-таки я принимал решение, она его исполняла. Вот у нас сейчас с вами по весне, когда на рынок пошло какое-то количество новых автомобилей, сразу выскочило несколько рекламных роликов. Мне очень понравился рекламный ролик «Тойоты RAV4». Черный город, именно город. Понятно, что машина абсолютно городская, за пределами города делать ей нечего. И в этой темноте едет совершенно счастливый человек за рулем машины. Причем машина, нельзя сказать, что она сразу как-то угадывается, потому что RAV4 в своей нынешней реинкарнации достиг такой обезличенности, когда его уже можно, например, спутать с Subaru XV. И то легковушка, и эта легковушка. Покрась их в один цвет. Ну, конечно, Subaru всегда в рекламе обязательно у нас будет оранжевая, а Toyota будет темно-синяя, а покрась их в одинаковый цвет и ищи отличия. Не каждая блондинка разберется. И вот едет эта темная машина по темному городу, за рулем совершенно восторженный человек, а по стенам параллельным маршрутам автомобиль сопровождают в ореоле такого мученика, невинно убиенного, светящегося нимбом, то ребенок на карте, ну, в смысле, на картинге, занимающийся картингом, машина называется карт, то есть он не на игральной карте едет, ребенок по стене такой слегка размазанный, в параллель довольно быстро несется за Toyota RAV4, и вот как раз светится то ли нимбом, то ли прожектором, то есть таким трафаретом на стене, там же едет ребенок на санках и кто-то на велосипеде. И вот это количество световых пятен, оно идет параллельным маршрутом, человек на них смотрит, улыбается, а потом, о, ужас! Все эти три непонятно чего, вот таких вот последних выдохов господина ПЖ, начинают гоняться за машиной, причем они там гребут руками, пытаются ее догнать, уже практически настигают в районе заднего бампера, потом бац, смена плана, рекламный слоган, по-моему, там что-то типа «Свобода быть собой». Возникает вопрос, это что такое было? Вот эти вот три тени, мчащиеся за машиной и вызывающие восторг у человека. Понятно, что его свобода, это, конечно, быть самим собой непреложно, а тени — это что? Мне сразу вспоминается фильм «Привидение» с Патриком Свейзи, Дэми Мур и этой самой, забыл, как ее зовут, Вупи Голберг. Там как раз погибшие герои, они как раз именно ночью высвечивались ярким светом, перед вознесением на небо, либо в связи с этим. И приходит мысль по сопоставимости стилистики, по уровню изложения, по этим играм теней, ночного мрака и светлых радостных пятен, что это те, кого задавил человек на Тойоте RAV4. Его свобода быть собой, в том числе участие аудитории, это взял и задавил велосипедиста, раскатал, блин, этого парня на картинге, подумаешь, там, на санках кто-то сунулся, заполнил колесом. И тогда понятно, что происходит. Во-первых, они за убийцей своим несутся параллельно, а потом пытаются его догнать. Это довольно часто обыгрывается, в том числе и в мультфильмах, когда вот такие фантомы несутся за главным героем, пытаясь ему там выставить счет, либо поздравить его, либо попросить там конфетку на счастье. И в этом смысле нельзя сказать, что Тойота достигла полного понимания, например, у меня, хотя я, к счастью, не являюсь потенциальным клиентом ни одной Тойоты в принципе, но сам по себе рекламный заход блещет креативом, хотя вот того позитива, о котором мечтается, даже без относительно каннских хлебов, не достигнут. Второй рекламный ролик, который я сегодня с утра с наслаждением посмотрел не в первый раз, но который тоже обратил на себя внимание, касается кроссовера, вышедшего на наш рынок чуть позже. Вот буквально сейчас только-только разворачиваются его масштабные продажи. И там речь идет немножко о другом, даже не важно, какая модель этой машины, не на ней акцент. Акцент на том, что существует нормальная хозяйственная бытовая ситуация. Подходишь к багажнику автомобиля, руки заняты, открыть нечем, и ты тогда ножкой дрыг, багажник распахнулся, туда пакетики бряк, ножкой дрыг, они закрыли, все закрылось и поехал. И текст такой, что вот мы это изобрели. Вот наконец-то наш инженер, даже называется имя этого инженера, и такое ощущение, что это именно он в кадре, хотя это не так. Вот наш инженер Гер такой-то это осознал, понял и сделал. Это Форт Куга для людей, которые не знают о существовании Фольксвагена. Перерыв на новости. Так вот, завершая мой большой заход на рекламный ролик, потрясший меня сегодня абсолютно, я отношусь к людям, у которых память, конечно, короткая на всякий случай, но все-таки я помню, как в 2010 году Фольксваген впервые презентовал миру эту технологию открывания багажника взмахом ноги. Другое дело, что Фольксваген не дотянул ее до логического конца, поэтому люди, которые в багажник вывалили кучу пакетов, они радостно приехали, открыли багажник по месту назначения, все эти пакеты выскребли, а дальше чем закрыть багажник? И в России-то знают ответ, у нас все-таки есть специальное генетическое приспособление для околачивания груш, и мы можем себе позволить с размаху хлопнуть по крышке багажника. В Европе, конечно, это вызвало легкое недоумение, поэтому опция, как половинчатая, не была сильно воспринята, но фордовцы молодцы, они эту идею додумали, другое дело, что они ее выдали за свою. И теперь в рекламе звучит так, что, вы знаете, в принципе, ну, вы, конечно, дураки, вы же понятия не имеете о том, что на свете существует Фольксваген, впрочем, как и мы. И вот у нас есть инженер, который думал, мучился, и, наконец-то, в результате страдания и порывов таланта изобрел блистательную совершенно вещь. Гляньте, люди, нет такого больше ни у кого. Ножкой дрыг, багажник открылся, ножкой дрыг, багажник закрылся, сел, поехал. Здорово. Идея доведена до логического завершения, только очень странно, что вы приписываете это себе. Я понимаю, что Форд изобрел колесо. Да, до него тоже кто-то изобрел колесо, но то было на миллиметр уже, и точки крепления не там, и, вообще-то, вылет другой. Ну, что бы, это совершенно другое колесо. Это вот как во вчерашней программе, когда мы по поводу франко-немецкого антагонизма спросили у француза, живущего на границе с Германией, как проехали в Германию, скажут, какая Германия? Где Германия? Что, есть какая-то Германия? Вот, Франция, пожалуйста, смотрите. Здесь тоже самое. Какой Фольксваген? Да, Форд есть. Хотя, сама по себе машина, ну, почему бы и не быть кроссоверу, самостоятельно закрывающему багажник. С точки зрения рекламы, получилось нетривиально. И, в принципе, по-фордовски. У них не первый ролик уже полагает, что клиенты у них слегка недоумки. Вспомните, как эксплорер. Нужно быть достойным легенды, и поясняется, что такое, с точки зрения Форда, это достоинство. Вот, если ты мордой в грязь уронился на учениях, служа в армии, да, ты уже более-менее легендарен. Если ты в 25 лет непременно женился, при этом выглядишь ты почему-то на сороковник, по крайней мере, в рекламном ролике, то уже ты более-менее легендарен. Если у тебя еще есть ребенок, с которым ты модельки клеишь, тогда ты точно легендарен, достоин легенды, приходи, мы продадим тебе машину. А так, слышь, а вот если ты блондинка, не, мы тебе машину не продадим. Продолжаем разговор. Он становится, наконец-то, обоюдным. 495, код города, номер 6510996. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно вас слышать. Вы делаете просто замечательную программу. Ой, спасибо. А по поводу рекламы, конечно, реклама, она двигатель торговли, но все-таки, допустим, вот немцы, они хорошо делают рекламу, красиво. Ну, достаточно вспомнить там, допустим, Аудио Лоу, который был шестой. Там такая реклама была, когда Аудюха ехала по глади, морской глади, за ней шел большая такая волна, вот, она тащила за собой какого-то парня на доске и потом припарковалась у берега, и наручник водитель поставил ее и вышел. Вот это было красиво, это было стильно. Вот, BMW тоже неплохую рекламу делает. А вот... А, кстати, Олег, вы помните рекламу BMW? BMW, ей помогает HP. И полстраны тогда тихо заколдобилась от этого непривычного звучания брендов, и было непонятно, что такое HP, кто такое BMW. Потом выяснилось, что Хьюлит Паккард, да, действительно в чем-то помогает BMW, там, в производстве. И причем все, естественно, продолжили, что HP помогает BMW в пиар. Такой нескончаемый ряд вот этих странных нагромождений, которые, ну, по большому счету, к русскому языку отношения не имеют и не всегда понятны. А Форд в свое время, когда рекламировал эскорт, они в полиграфическую рекламу поставили эту машину на водную гладь, опять-таки, и у них выпрыгивал лосось из воды. И местные зеленые, которые, на мой взгляд, в действительности голубые, так вот эти местные голубые, экологически озабоченные, они сказали, как же так? Лосось в рекламе автомобиля? Это недопустимо. И Форд потом сделал серьезное лицо, извинялся, как будто действительно здесь можно в чем-то кого-то упрекнуть. Ну, ладно. Задавили лосось. Да, ну, непонятно, почему вдруг выпрыгивающий лосось вызвал у зеленых такое ожесточение. Объясни только одно. Именно потому, что они голубые. В худшем смысле. С французскими машинами и с японскими, особенно, машинами. Реклама просто прорвал какой-то. И нет, а вы не видели в свое время, была блистательная реклама, которая, конечно, прошла абсолютно мимо нас. Вот представьте себе, классический вестерн, когда толпа индейцев скачет голопом, и вождь впереди возглавляет весь этот боевой отряд, все это племя, и у вождя перья на голове, как полагается, и в руках у него здоровенное копье, и он выскакивает на самую высокую скалу, чтобы видеть поле боя. И маленькая особенность. Все едут не на лошадях, а на Рено 4. И вождь на Рено 4, и все остальные индейцы на Рено 4, и у них через люк у каждого торчит, у кого голова, у кого копье, у кого бубен, а у вождя, соответственно, все боевое оперение. Смешно. Смешно, да. Это была действительно очень хорошая реклама, и французы все-таки, ребята, изящные, и довольно много именно немецких роликов. Сильно подозреваю, что и ролик, снятый Ауди, он был заказан в том числе французам, потому что изящные ребята. Но это, как всегда бывает, нет пророка в своем отечестве. Когда Лилюш пришел на фирму Ситроэн и сказал, давайте я вам сделаю продакт-плейсмент и сниму художественный фильм про автомобиль, он будет там главным героем, но вплетен в канву повествования таким образом, что никто не догадается об этом, но все увидят и проникнутся. Ему сказали, слышь, ты что, с дуба рухнул? Вали отсюда. И он пошел к Форду, и получился Форд Мустанг в фильме «Мужчина и женщина». Это был самый блистательный рекламный ролик хронометражом в полтора часа. Это был первый серьезный профессиональный продукт-плейсмент. А вот сейчас, например, уже Бессон делает то же самое «Перевозчик-1», «Перевозчик-2», «Перевозчик-3». Все остальные фильмы, там «Такси-1», «Такси-3», «4» и так далее. Это вот тот самый продакт-плейсмент, идея которого была взята изначально французам, собственное отечество которого послало подальше, не распознав таланта. Ну, вот по поводу, опять же, БМВ «Возвращаясь». Они в 2000-м, по-моему, году начали делать краткометражные фильмы с приглашением там звезд, в том числе Мадонны. Вот это было тоже очень сильно сделано. Да, пятая серия с Мадонной, седьмая серия. Очень были залихватские боевики. Да-да-да, краткометражки такие. И в интернете их можно найти. И вот если набрать «БМВ, Мадонна, рекламный ролик», то там, конечно, суровый боевик получился. Это М5, по-моему, была машина. Да, это была М5, где, в общем, Мадонну тихо размазала салон внутри. Она там, бедная, металась, пытаясь наложить по ходу погони макияж. И, в общем, не сильно преуспела в этом. Но ролик сильный. Или, например, у Пирелли был замечательный ролик с киллерами, которые охотились на одну из актрис. Она ехала в «Ламборгини» в желтом и уходила как раз от погони. На шинах Пирелли тоже, наверное, минут на пять этот ролик был. Но хотя Пирелли – это самая фирма, которая имеет знаменитые календари. И до этих календарей даже русскому радио с этими шалавами далеко. Все-таки эстетика не та. И способ постижения женщины у итальянцев изящнее, чем у русского радио. Ну, согласен. Вот по поводу, опять же, японских автомобилей меня единственное, что раздражать в этой рекламе. Во-первых, они все разные. Когда там какие-то животные выпрыгивают из колес. По-моему, Nissan. Да, там какие-то роботы скребутся куда-то и что-то очень сильно хотят. Хотя, тем не менее, довольно стильная реклама была всей внедорожной версии, всех внедорожных моделей Nissan, где они превращались в каких-то птеродактилей. И это было хотя бы достаточно брутально и эстетически оправдано сюжетом повествования. А когда какие-то непонятные кракозавры выбегают из колес у X-Trail, я бы испугался, если бы такая штука у меня побежала бы рядом с машиной. А что самое главное, что хочется спросить, зачем вы потратили такой огромный бюджет. Может быть, проще было бы сделать чуть дешевле автомобиль, чтобы он на фоне конкурентов, ну, соклассников, как бы чуть-чуть был доступнее. Олег, это то же самое, как у нас. Знаете, два разных бюджета. На бабушек и на пенсию денег нету никогда. А на Олимпиаду и на саммит АТЭС, ну, несколько триллионов у нас всегда лишних найдется. Почему бы и нет? Поэтому, когда, предположим, у какого-то производителя стагнируют продажи, они что делают? Снижают цену? Нет, ну, мы же делаем элитный товар. Ну, как наша жеваная жевательная резинка или одноразовая японская дешевка может покачнуться в цене? Мы лучше сделаем усиленно маркетинг и потратим еще лишний триллион на рекламу. Поэтому здесь и ролик дорогой, и, конечно, мы не поступимся в принципе. А вспомните, как джук они в воздухе собирали, потом роняли его в воду? Да, это просто какой-то заграни забрать у вас. Понятно, что когда они джука создавали, они что-то курили. Не очень понятно, что. Хотя вот мне тоже в программу люди звонили и рассказывали, что именно нужно было курнуть такого, чтобы сразу можно было придумать джука. Видимо, рекламщики прониклись этим бодрым духом, того же курнули, их вштырило и получила вполне себе гольциногенная реклама. Хотя, конечно, довольно странная. Ну, как и сама машина. Да. Олег, а вы рекламу наших... Печально все это. Вы помните нашу рекламу? Вы застали тот период, когда в Советском Союзе была реклама. Когда был Советский Союз. Вы застали? Ну, я 74-го года рождения. Я еще помню рекламу «шестерок», по-моему, когда они только появились. Это как бы раздражало недоступностью. То есть у нас каковая реклама была... Рекламировали нет. Это как выставка достижений народного хозяйства. Можно было пойти и посмотреть плоский крюкной телевизор, который там 15 сантиметров толщиной был. В одном экземпляре. В принципе, в принципе, невозможно было не то, чтобы достать, а еще увидеть хотя бы раз. Я, поскольку чуть-чуть раньше родился, застал период таких реклам-загадок. По телевизору вдруг показывают какой-нибудь «Москвит-407», счастливую семью с надувной лодкой на мозгах. Они куда-то приехали, расставили палатку и до последнего непонятно что рекламируют. Ясно, что не машину. Потом выясняется, что они выдергивают из машины какую-то штуку, звуковоспроизводящую. И это радиоприемник «Урал». И все в восторге, потому что действительно его можно унести с собой раньше, чем у тебя его украдут из панели. Здорово. Стоит он как половина автомобиля, но ведь реклама. Ведь она же была. И, конечно, уж чего-чего. А в рекламе мы были талантливыми ребятами. И тем не менее, перерыв на новости, потом вернемся. «О делах наших радостных» 495. Это код города. Мой персональный телефон прямой, мобильный. 65, 10, 9, 9, и 6. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Тезка, что у вас? Вы рекламу иногда видите? Вспотыкаетесь об нее нежным взором? Что, что реклама? Видите? Слышите? Ну, вижу. Вижу, конечно, да. Как целевая аудитория, вы чувствуете на себе натиск рекламщиков и попадание в сердце и в кошелек? Хоть чего-нибудь, неважно, чем кинули? Ну, по машинам, конечно, чувствуется. И сразу хочется? Я как бы не сторонник, скажем так, новых автомобилей из-за того, что, ну, некоторые финансовые проблемы. Да это на самом деле не у нас свои проблемы, это у них гипержадность. Ну, у них, понятно. И как бы присоединяюсь к вашему пожеланию, чтобы они там все раздарились. Поскорее бы, поскорее бы. Поскорее бы, да. Вот если можно в этом году, чтобы они все протянули лапки. Да, дай бог. Вот так хорошо было сразу стало. Приходишь, и нету ни одного официального дилера. И все представительства обанкротились. Во-во. А можно вопрос задать? Конечно. У меня два вопроса. Первый, значит, у меня товарищ все просил вам дозвониться. Привет, товарища. Обязательно. Его Александр зовут. У него второй автомобиль в его жизни. Первая марка. Toyota Picnic 2001 года. Ух ты. Это интересная машина, да. Там пробегом 2.2 турбодизель. Там пробег, не знаю, скрученный, не скрученный. Там 250-260, не важно. Где-то год он на ней ездит. Просто что ему ожидать от нее? В принципе, он так в нее уже вложил. Прилично. Но по собственной инициативе. Потому что хочет, чтобы все было в идеале. А руль переставил уже или еще нет? Не-не, руль-то левый у Picnic. Это Toyota Ypsum с правым. Просто у них бывает, я видел, для разных рынков. Хорошо, что у него уже левый. Не-не, с левым там кожаный салон. Поживет еще, да. Вот, как бы, с чего ему ожидать? Александру лучше всего, все-таки, правильнее, это переходить на натуральный кофе. И кофейная гуща даст максимально близкий к истине ответ. Потому что, вот, предположить, например, компрессию в четвертом цилиндре довольно сложно. А с кофейной гущей, я думаю, он сможет разобраться. Тем более, там все-таки по системе охлаждения в свое время были вопросы. И, вот, мне отсюда, например, не очень видно. А ему, заглянув под машину, кое-что будет достаточно наглядно показано. Но, опять-таки, кофейная гуща надежнее. Она даст ответ на любой вопрос, который он задаст. Ну, он уже поменял там радиатор охлаждения, радиатор кондиционера, подвески кучу всего. Сейчас еще подушки-двигатели у него на подходе. Он уже их, как бы, купил, заказал, купил. Сегодня приехал в сервис, ему 60 тысяч объявили. Он что-то репу почесал, решил подумать. У этой машины... Там что-то снимать подрамник. Значит, пробег у этой машины где-нибудь так за 500 уже тысяч. Ну, я так тоже думаю. Потому что так по состоянию... Ну, кажется, так салон не убитый, но так подубитый слегка. Тем более, там неизвестно, сколько хозяев. Хоть у нас знакомых брал. Ну, неважно. А второй вопрос у меня личного характера. Где-то я езжу на «Форд Му-3» 2002 года. Брал его у хорошего знакомого, как бы там реальный пробег был, там 51-52, уже не помню. Отъездил больше 100 тысяч за 4,5 года. Как бы принципиально новую кредит не хочется брать. Что-то глаз у меня упал на «Киево Маджентис» 2008 года. Вот не знаю, что от него ждать. Тоже двухлитровые. Ну, не знаю, есть ли смысл. Говорят, расход там у него большой. Если у меня там в среднем 10-11, я так замерял. Ну, 11 литров в среднем. Не угадаешь. Вот вы берете машину из «Маджентис» из незнакомых рук, то, конечно, это лотерея. Ну, очень большой риск. И у вас есть своя проверенная, с которой вы все знаете, уже сроднились. Ну, да, да, да. Стоит ли в нее вложиться? Просто сейчас там по подвеске много чего надо делать. Двигатель. Я чуть подозреваю, что бензонасос там засорился, эта сетка. Фильтер. То, что на скорости так бывает дергается. Ну, вот здесь чтенько довольно. Но это, кстати, и свечи могут быть. Не обязательно подача топлива. Ну, свечи я поменял, там заслонку промыл. Ага, да, конечно. Это знаменитая проблема в фортовской. Постучал, как говорится. Но, и тем не менее, вот ваша машина сколько, по вашим ощущениям, еще лет проживет? Парочку протянет? Ну, парочку протянет, куда она денется. Так она ничего не ржала. «Маджентис» — машина редкая на нашем рынке. Тем более, вот в тот период как раз у него произошел рестайлинг. И он там, восьмой-девятый год, они немножко бывают очень разные. Да, да, там у них всего пару лет в этом кузове. Потому что предыдущий кузов страшный, а следующий, ну, там уже новый, он уже там дорогой получается. Он симпатичный как раз, и именно пару лет, и на него, особенно по шестянке, мало чего достанешь. Хотя, конечно, бывает. Ну, вот я так подозреваю, что там проблемы могут. Правда, вот этот рестайлинговый «Маджентис», он был очень неплох, и мне он нравился, конечно, в топе, когда они на него ставили кожу-рожу-автомат. Ну, вот я и думал, кожу-рожу-автомат. И V-образную шестерку, и тогда он стоил, он заканчивался в верхнем пределе своем на рубеже 800 тысяч. Это было шикарное совершенно предложение, потому что рядом по цене ничего не стояло, а ехала машина великолепно. Я как-то раз вот на этом «Маджентисе», именно с V6-мотором, на не шипованной, но зимней резине, по суровым снегопадам и нашей отечественной действительности, ездил на всякие дальние мероприятия, и это было очень прогнозируемо, очень надежно и очень стабильно, хотя ни погода, ни дорога не благоволили к этому. И мне машина очень понравилась. Она была вот доведена до ума. Предыдущие, что называется, дорестайлинговые, это все-таки еще некоторая отложенная работа над ошибками, а рестайлинговая машина это всегда совершенная работа над ошибками. И несмотря на то, что у вас здесь в минус что? Машина выпускалась недолго, запчастей на нее немного, но тем не менее сопли на нее подобрали, и она в принципе доведена до ума. Спрашивается, почему ее продали? Потому что? Потому что ей... Потому что проблемы. Потому что что-то такое разочаровало в человеке. И у вас сейчас в руках надежнее... Нет, грубо говоря, как бы многие меняют пятилетнюю машину там на новую. Не многие. С первого восьмого года. Сергей, не многие. Не многие меняют пятилетние машины. Вот совершенно не многие. Порыв такой был, да, когда мы совсем хорошо вот на пятилетних машинах подошли к рубежу восьмого-девятого года, и цены были ласковые, и в глаза нам заглядывали нежно, и шины зимние дарили, и еще пытались нам что-нибудь такое не менее существенное предложить, например, скидку. Ну, если даже не на саму машину, то хотя бы на страховку. Да, вот тогда от пятилетних машин избавлялись легко. А сейчас, ну, мы, конечно, живем шикарно, стабильно. Вот сейчас, по-моему, в эти минуты товарищ Путин наконец-то перестал нам рассказывать о том, насколько великолепно мы живем. Или там он завтра будет это делать весь день, рассказывать там, как мы шикарно живем. Но пятилетних машин немного меняет. И посмотрите, как потихонечку сокращается наш рынок. А что-то у нас впервые тревожный звоночек. Почему-то мы теперь не впереди планеты всей. А продажи падают. А, вроде, несколько лет подряд не падали. Да, 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 я слышал. Это как раз именно потому, что и трехлетки, и пятилетки не так размашисто меняют. И у вас есть в руках надежная синица. А вот там такой, ну, слегка тронутый молью все-таки журавль в небе. Из надежных рук взял бы, да, машина великолепная. А из непроверенных, а из непроверенных подвох. Еще один Сергей, здравствуйте. Сегодня у нас вечер Сергеев. Алло, здравствуйте. Сергей, у меня вот вопрос по поводу Volkswagen Tiguan. И что там? Являюсь полгода обладателем машинки, пока вот доволен полностью, но наслышано о проблеме с тормозами, слышал о вашу передачу и авторевью читал, где они замеряли различные кроссоверы на торможение. Однако недели две назад у вас же в передаче слышал, вам звонил человек, спрашивал по поводу машины для своей дочери. После Кашкая он выбирал. И там вы сказали, упомянули такую вещь, что если в Tiguan вот есть система автохолд или торможение, то в принципе волноваться за тормоза не стоит. Вот не совсем понял, мне поподробнее не скажете. Вот по этому поводу очень хорошо и много и старательно рассказали все те люди, на машинах которых это стоит, они как раз являются оппозицией, потому что те, у кого ее нет, они кричат, ааа, мой Tiguan с песнями мимо денег просвистел, педаль колом, я в ужасе, волосы дыбом. Те, у кого эта система стоит, говорят, а что вы паритесь, все нормально, машина прогнозируема, блистательно совершенно останавливается, никаких проблем нет. Это на самом деле особенность даже не системы АБС, это особенность прошивки. У них разная программа. И поэтому, если, учитывая, что Tiguan это реально хорошая машина, удачная, во всем, может быть, вот кроме этого плавающего дефекта по прошивке тормозов, тем более, не у всех он выявился, тогда мы берем во внимание, что машина-то хорошая. Значит, если мы подозреваем ее в неправедном поведении тормозов, самый правильный вариант взять ее с этой маленькой опцией, не самой дорогой на свете. Дальше, прогнозируемость движений и нормальная остановка. У меня эта опция есть, поэтому я ее не замечал, поэтому я был сначала удивлен, а потом вот услышал ваш комментарий и задумался, а может быть, она не во всех верхних как раз. Ну, вот берете, вы взяли очень правильный вариант, у вас с машиной ничего не произойдет, никаких проблем с ней не будет и через 5 лет вы будете от нее избавляться с легкой слезой, потому что жалко от такого классного аппарата избавляться. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Спасибо за передачу, если не перестаю вас благодарить, я за раз, когда звоним. Спасибо. По поводу рекламы, ну, продолжая тему изначально начатой вами, конечно, раздражает машина рекламируемая, что спешите скорее, скидьте 200 тысяч от машины стоимостью 5 миллионов. Ну, замечательно, на кого эта реклама рассчитана. Вот, и вспомнил сразу анекдот, когда рекламный слоган Toyota управляй мечтой, следом Lada Grand в роли реальности. Да, ну, это молодцы, это креативное сражение, которое Lada выиграла. А по поводу Toyota управляй мечтой, лучше всего этот слоган был обыгран на машине боевиков Toyota Jeep с пулеметом с ДШК в кузове, стреляющая таким массовым огнем куда-то туда, там сидит боевик в челме, и написано Toyota управляй мечтой. У него как раз по заднему борту написано Toyota. Ну, вот она наша мечта, вот мы понимаем, Toyota брутальный пикап, как раз, чтобы все боялись, чтобы уважали, и ДШК в кузове, кто же откажется? Конечно. Вот, и у меня конкретный вопрос неоднократно в комментариях, вы нелестно отзывались о Dodge Journey, если можно немножко поподробнее, потому что очень импонирует концепция автомобиля, то есть с нормальным человеческим клиренсом, полный привод и почти мини-вэн. И мотор, V-образная шестерка и автомат, полный привод, у него качество сборки. Его собирают очень честные, хорошие ребята, мексиканцы, всегда трезвые, коку они не жуют, ничего такого не курят, с утра одевают белые рубашки, белые перчатки, идут на производство, собирают вам эту машину, а потом начинается клапан оборвало, шатун загнуло, компрессия ушла, искра зверь-слона убьет, а не шиша не схватывает, как было написано в одном классическом произведении. У этой машины на сегодняшний день по сию пору качество сборки неоднородно, и говорят, что где-то на наших просторах бегает один Journey, у которого пока ничего не сломалось. Но все остальные это вот как... Проблема именно в надежности и в качестве доступных просчетов типа нашумевшего Дегугана нет. А вот кто его знает, ведь конструкторская школа Крайслера, она вообще очень порочна, а тем более, когда сейчас к этому Крайслеру подкрались ребята, грандиозные специалисты по макаронам и умерщвлению родного автопрома, прибившие Фиат, похоронившие Лянчу и сейчас добивающие Альфа-Ромео, пришли и сказали, ну уж мы этим американцам сейчас наши высочайшие итальянские стандарты качества, Дьяволу Ди Помидоро то мы сейчас им как вкрутим но пока не получается у ребят и вот многое из того, что Крайслеровцы делают вызывает изумление раньше так французы выпендривались хотел спросить ребят, вы что сделали а сейчас смотришь на какой-нибудь там на некоторые модели на Гранд Чироке на какой-нибудь или вот на тот же самый какой-нибудь там Пасифику вы зачем вот это сделали ну нам казалось что это интересно а вообще нам первичный же клиент важен а у него если что гарантия мы ему всегда у себя в Америке-то улыбнемся у нас же закон о защите прав потребителей суровый поэтому от него не сбежишь а в Европе нас не интересует перерыв на новости а не позвонить ли этому самому Сергею Слоняну да позвонить по телефону 65 10 9 9 6 да запросто Сергей здравствуйте здравствуйте Сергей очень приятно вас слушать всегда с удовольствием вас слушаю у меня такой вопрос к вам являюсь обладателем аудио урод 2008 года 3 2 оооо хороший аппарат да он мне тоже очень нравится до этого у меня тоже был урод только 2001 2 7 и были проблемы с подушками что скажите а что именно с подушками вы когда спали на них кололось нет она спустила на предыдущем аппарате вот сейчас у меня пробег правда небольшой 64 тысячи но с опаской жду так давайте поподробнее а что именно произошло с вашей машиной при каком пробеге и как это выглядело нет у меня на предыдущем аудио урод да спустила подушка и в принципе я покупая следующий урод был наслышан что эту проблему производители решили но не знаю как насколько они решили потому что пока в принципе меня это ничего не беспокоит но в дальнейшем хотелось бы как-то этот вопрос у вас уточнить понятно то есть обжегшись на жигулях вы потихонечку дуете на все остальные последующие автомобили да косяки конечно есть но вообще подвоха я бы ждал в вашем положении от двигателя и больше ни от чего потому что насколько успешно они 2008 год это как раз тот самый период у вас же двигатель TFSI наверное да нет нет у меня 3.2 FSI по-моему 3.2 да 3.2 бензиновый да турбированный нет не турбированный просто атмосферник будем надеяться что вы в группу риска не попали поскольку что там они нашаманились цилиндропоршневой группой когда у них разрежение было на такте по-моему выпуска такое что подсасывало масло в камеру сгорания и соответственно машина выжирала весь запас масла там буквально за 2000 километров вот этого по идее у вас может и не быть но переживать по поводу любой из подушек не надо впрочем как и по любому другому поводу и в целом 64 тысячи пробега говорят о том что вообще-то все возможные косяки заложенные конструкторами и сборщиками уже бы вылезли как бы они там были и где-нибудь так ну после 200 тысяч наверное вы посмотрите на эту машину иными глазами с легким разочарованием что она уже вам надоела купите себе следующий Allroad а так она довольно неплохо будет бегать может быть даже летать у нас Маша на связи здравствуйте Маша алло здравствуйте у меня такой вопрос у меня СААП 1.9 турбодизеля 2009 года пробег уже около 100 тысяч вот я очень много всего поменяла зимой и вот думаю менять его или нет или продолжать вкладывать в него деньги а СААП ты любимый? СААП любимый самый самый любимый экономичный едет хорошо и вообще шикарная машина вот такой же шикарной машины второй вы уже не найдете ага мир сильно изменился мир идет тупиковым путем развития по принципу пусть машина будет простенькая зато у нее будет упаковка получше а СААП был чеснягой и СААП это фирма которая совершенно незаслуженно погибла она погибла только потому что ее делали шведы пока бы этот автомобиль в другой стране жил бы и процветал шведский социализм его сгубил это не имеет отношения к конструированию не имеет отношения ни к чему это просто социальное устройство страны погубило фирму СААП ну потому что когда социальные гарантии рабочего и премьер-министра одинаковые когда у них одинаковая зарплата у рабочего даже чуть повыше хочешь не хочешь а все равно вылезешь в трубу машина замечательная и по управляемости мало что стоит рядом с ней и когда вы будете сейчас искать себе следующий автомобиль у вас вариантов немного потому что вот таких же классно задуманных отлично исполненных и отточенных по породистости своих повадков автомобилей их раз-два и обчелся а если смотреть Вольво допустим на С60 2.5 ну единственное что она механики езж вот поэтому конечно там мы по управляемости наверное она ну не знаю она другая она управляется тоже знаете как все что не Жигули все умеет держать дорогу и любая из машин которая не имеет отношения к автовазу она имеет отношение к понятию управляемость С60 очень неплохо управляет тем более что С60 это машина двухместная несмотря на то что четырехдверная и вы судя по всему поскольку сами достаточно боевая Маша и за рулем то соответственно у вас не так много крепких мужиков под 2 метра ростом живет на заднем сиденье нет живут но они еще не выросли но как бы живут пока не выросли вот именно эта целевая аудитория и когда у шведов по предыдущему поколению и по этому поколению спрашивали скажите а почему вы эту машину сделали дверей у нее 4 а мест у нее 2 они говорят так кстати же дети ездят а Тюма Кола что ж ты не бачев то конечно там дети поэтому вы целевая аудитория великолепна управляемость ну СААП лучше но С60 2.5 очень неплохая машина тем более все таки СААПовцы они делали машину чтобы вы на ней испытали чувство полета а Вольвовцы делали свою машину чтобы вы когда срубите пару телеграфных столбов после этого отстегнулись и пошли купили новую а для вас это важно и те двое те мужики которые живут у вас сзади и крепнут потенциалом а также ростом своим они хорошо пристегнутые могут оказаться в ситуации когда вы им купите машину со специальными детскими местами им сколько лет мужикам-то вот особенно тот который 6 у Вольво это единственная фирма которая сразу предлагает опцию детское кресло не бустер а именно трансформация взрослого сидения в детское и поэтому ваши дети окажутся в состоянии просто защищенности отовсюду как это нам обещала в свое время реклама мыла сейфгард микробы сдохли все вокруг крупные камазы пролетели мимо все боинги на аварийную посадку промахнулись мимо вас даже не обязательно уши прижимать я поняла но может быть вы что-то посоветуете еще просто я рассматриваю что-то в пределах миллиона понятно что Вольво тоже я думала брать там как он и подавал из пробега он тоже не хочет переклачивать денег а боюсь что мой СААП он совсем уже обесценится и будет стоить вообще какие-то копейки а он уже стоит копейки он уже стоит копейки вот поэтому мне как бы не хочется довести до какого-то пограничного состояния вот в общем жалко расставаться с машиной но при этом она уже требует вложений там и по расходникам и так далее и поэтому вот не знаю видите Маш тот момент когда ее можно было выгодно продать он закончился вместе с историей самой фирмы ну это понятно и поэтому сейчас денег вы с нее не получите нисколько вот добрые руки примут там тысяч за 300 считайте повезло за 400 великолепно за 500 можете даже за него выйти замуж на всякий случай ненадолго просто в знак признательности но дальше логично но дальше вы стоите на вторичном рынке и вам в руки просится утиль потому что годовалую машину продают только после того как ее вытащили из-под КАМАЗа причины продавать машину которая в момент рождения стоила под 2 миллиона через год за миллион только одна она была как говорят страховщики от Таталина и после этого скинута на вторичный рынок ну снаружи там она конечно похожа на оригинал а внутри уже галимая китайщина потому что те же самые вольвовцы например они после удара в центральную стойку машины в принципе выкидывают и даже не позволяют страховым компаниям восстанавливать потому что они не гарантируют что в случае не дай бог повторения этого бокового удара энергопоглощающие зоны выполняют свою функцию заложенную заводом а вдруг человек пострадает а это недопустимо и вольвы за миллион годовалый на рынке не будет никогда значит у вас тут 300 ну или 400 замуж вы за него не пошли а он ему и 500 не дал значит нет ну я не согласна я смотрела она там где-то 699 года это последний кузов который как бы был живой поэтому у меня все-таки надежда вольвы девятого девятого года Маша у нас с вами несколько разное летоисчисление годовалая девятого не бывает ну да нет это понятно я имею в виду девятого мой СААП а машину я хочу годовалую да у вас скорее будет годовалый ребенок чем у вас будет годовалая машина ну я поняла за эти деньги нужно нужно выкручиваться и если выкручиваться не получается значит любить свой СААП потому что он классный он интересный хотя с ним тяжело это то же самое что завести в доме мужика в принципе иногда бывает что он полезен но в основном конечно куча проблем содержание мужика это очень тяжело ну вы знаете я поняла спасибо большое мы просто приятно пообщались Андрей у вас еще есть немножко времени мы тоже можем приятно пообщаться здравствуйте добрый вечер рад что дозвонился буду краток езжу на 308 пижо первая машина влюбился в нее ну как первая любовь сейчас на свою голову дуру пошел посидел в мерине и просто прирост вот сейчас мучаюсь что брать либо целую ашку в базе в которой все есть либо ашку чуть-чуть ее дополнить и получится в цене то же самое что целую а а двухсотую ну да либо же брать 180-ю ашку и уже с помощью допов приближать там к какому-то такому нормальному состоянию Андрей сколько народу у вас будет ездить в машине два-три и два велосипеда наверху а вот третий он где будет он какой какой по размеру дело в том что целая ашка небольшие я сидел в принципе сзади мне места хватает вот вопрос заключается в том 122 и 156 на ашке вот на сколько действительно будет ощутима вот эта разница а вы потом просто Андрей вообще целая ашка это очень интересная машина и чипом вы ее догоните до нужного степени нужной степени озверения она будет радовать вас с зубастостью и навыком машина интересная просто подождите пока Мерседес научится ее собирать пока те люди которые стоят на конвейере и косячат на Мерседесе точно так же как они косячат на всех остальных автозаводах мира включая АвтоВАЗ через год разберутся какая гайка куда и после этого спокойно купить и будете первым парнем на деревне в ближайшие лет 5 до завтра до завтра до завтра до завтра до завтра до завтра до завтра